Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua И сегодня хочу поговорить и немножко рассказать о том, какие же всё-таки стёкла делают на современных китайцах, которые защищают впоследствии экран. Как правило, очень многие люди задают вопрос, какое стекло, стекло ли вообще, может быть, пластик, горилла-глаз, не горилла-глаз, или просто закалённое стекло. Я считаю, что на данный момент практически во всех китайцах, более-менее бюджетных китайцах, вот там, до 2-3 тысяч гривен, у них идёт закалённое стекло. Нигде нет информации о том, что в данных, в тех или иных моделях защищают экран горилла-глаз стекла. Я считаю, что это вообще не проблема, так как, если разобраться вот так вот по-хорошему, что то, что то стекло упадёт, оно лопнет, пойдёт, пойдут трещины, что то, что то стекло от подручных средств не царапается. То есть, там, если с ним нормально обращаться, если носить в кармане, то есть, в каком-то чехле, то никаких царапин там не будет. Тем более на стёклах, скажем так, в более последних моделях. Перед вами сейчас есть мой телефон JAU-G2, модель старого образца, тоже стекло. Есть тачскрин с разборки модели T-Shell W9 Beyond. Вот такая вот деталька. Есть нож, тряпочка и ключи. Значит, во-первых, я хотел вам показать свой экран JAU-G2 после, ну, примерно года эксплуатации. То есть, он у меня тут немножко сейчас протёрт. Думал, что тоже не будет никаких царапин, но, в принципе, в процессе эксплуатации всё-таки царапины начали появляться. Сейчас камера сфокусируется. Вот. Постараюсь, чтобы было видно хорошо. Тут сейчас, во-первых, размытости есть от тряпочки. Ну, и вот эти все моменты, которые вы можете видеть, это всё царапины. Особо царапины видно вот сверху. Это всё царапины поверх стекла. Это я не извращался над своим телефоном ножами, какими-то ключами. Ну, да, наверное, бывало, что вместе с ключами в кармане лежал. В общем, вот такие царапины появились. Теперь по поводу тачскрина T-Shell W9. Значит, он у меня без внутренностей, поэтому разглядеть царапины на таком стекле будет намного сложнее. То, что тут стекло, это 100%. Это слышно и по звуку, и по тому, как он реагирует на царапины. То есть, я сейчас его положу ножом, повожу по нему и ещё повожу ключами. Вот. Что я заметил? Во-первых, я их протираю, максимально залапаю внутреннюю часть, чтобы хоть какой-то фокус можно было на это стёклышко навести. Вот. Ну и давайте постараемся увидеть эти царапины. Царапин, в принципе, не видно внешне. Не видно их будет и вот таким вот образом, как я показывал свои царапины на GAU-G2. То есть, видно, что залапан экранчик. То есть, как таковых царапин не видно. Но, я заметил две особенности. Первая. Во-первых, можно прислушаться к звуку, как скользит поверхность ножа по этому стеклу. То есть, я знаю, что царапины на этом стекле есть. Я знаю, что их довольно-таки много. Я сейчас вам это покажу. Но послушайте звук. Практически звука нет. И теперь слушаем звук вот здесь. Этот звук свидетельствует о том, что в этой части много царапин. Есть как бы выемки эти. И нож проходит через эти царапины и делает звук. Здесь я его практически не извращался, над ним не царапал. Поэтому звука нет. Как же эти царапины и их количество можно увидеть? Это очень просто. Достаточно немножко подышать на дисплей. Точнее, на тач, на стекло. Чтобы оно немножко припотело. Вот сейчас я это сделаю. И уже здесь можно их увидеть. Сейчас еще раз попробуем. Вот. Я думаю, их было видно. Ну, вот их видно. То есть, какой можно сделать вывод? Вывод. Я, опять же скажу, я не царапал, не делал такие опыты над стеклами там от именитых моделей, от брендов, таких как Samsung, HTC и тому подобные, айфоны. Я знаю, что все царапается. Стекло, оно сделано не из алмаза. Оно не имеет абсолютную прочность. Если найти материал прочнее, чем это стекло, чем покрытие Gorilla Glass, оно будет царапаться. Это просто обычная физика. Какой хочу вывод сделать? Вывод хочу сделать о том, что стекла хорошие на китайцах. Они не Gorilla Glass. Я считаю, это просто закаленные стекла. Если с ними нормально обращаться, не ронять, не носить с ключами, то никаких царапин у вас на экране не будет. Это у меня модель старого образца, старого поколения. Год назад я ее покупал. Это модель, тачскрин и деталь с разборки уже новой модель. которая вот-вот вышла. Поэтому о том, что стекла хорошие, это факт. О том, что остаются царапины на них в большей или меньшей степени, это тоже факт. Но не всегда их можно увидеть вживую, просто вот так вот в жизни. Если особо не присматриваться, если не задаваться целью найти эти царапины, то вы их здесь не найдете. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если нравятся мои обзоры. Всего доброго.